Надежда Пономаренко Но пока таких подарков никто не делает, помогать ветерану будет Оксана Викторовна. 17 лет Надежда Васильевна проживает в однокомнатной квартире с дочерью, внучкой и правнучкой в условиях, прямо скажем, не из лучших. Я не могу в таких условиях дальше жить, потому что санузел совмещенный, комнаты совмещенные. Там, где я сплю, 11 квадратных метров. Третий этаж я не могу подниматься. Это дом Хрушевской постройки и, естественно, там всякие неполадки. Путь к победе будет трудным и долгим. Депутат надеется, что свой столетний юбилей Надежда Васильевна все же отпразднует в новой квартире. А первые шаги для этого сделаны прямо на приеме. Я сразу же поставила главу в известность. Прямо в ходе приема Андрея Иванова я все-таки рассчитываю, что он найдет способ, как помочь этому человеку. Остальные обращения депутат тоже приняла в работу. В том числе вопрос установки шумозащитных экранов в районе деревни Дорохова. Застройщик обещал их сделать, но в последний момент почему-то исключил из проекта. А жители страдают. В нескольких метрах от их домов автомобильная эстакада. Гул стоит даже ночью. Никому ничего не надо. Вот просто никому ничего не надо. Но теперь, видимо, станет надо. Потому что мы подключили к этой истории сильную команду адвокатов. И это тоже какая-то вообще нечеловеческая несправедливость. Почему? Почему надо этим заниматься? Вот мне, депутату Госдумы. Знаете почему? Потому что они уже обошли все. И они приходят сюда и просто уже говорят, вы наша последняя надежда. И этой надежды Оксана Пушкина никого не лишает. Необходимые запросы уже направлены в компетентные органы в планах подключить прокуратуру. Были и обращения, с которыми приходят постоянно. Проблемы с пропиской, признанием статуса многодетных. Люди идут к депутату, зная, что здесь точно разберутся. Возможно, поэтому и с проблемой домашнего насилия в этот раз пришли уже пять женщин. Именно с ней парламентарий борется долгие годы и продвигает свой законопроект. Борясь с оппонентами законопроекта, с этой травлей чудовищной, которая устроена именно против меня, мне это дает силы, что я правильно действую, что наша команда на правильном пути. И что в конечном итоге будет принят закон о профилактике этого ужасного мирового явления. В этот раз на прием пришло более десяти жителей. И все получили консультацию, а также алгоритм дальнейших действий для решения проблем. Такие встречи Оксана Пушкина проводит регулярно и делает все возможное, а порой даже невозможное, чтобы облегчить людям жизнь. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.